История нашей Родины богата на дворянские усадьбы, но лишь немногие из них имеют всероссийскую значимость. Мне посчастливилось родиться в селе Куракино Сердобского района Пензенской области, где на правом берегу реки Сердобы располагается поистине уникальная усадьба Надеждина. Она является объектом культурного наследия федерального значения и относится к числу лучших образцов дворцово-парковых ансамблей высокого классицизма XVIII века. История создания усадьбы в селе Борисоглебском Саратовской губернии началась с того момента, как эти земли перешли во владение Александра Борисовича Куракина, успешного дипломата, вице-канцлера и члена Государственного совета. После его ссылки Екатерины II из Петербурга в родовую водчину, опальный князь долго тосковал по северной столице и в знак неугасаемой надежды вернуться обратно переименовал село Борисоглебское в Надеждино. С 1792 года началось строительство усадьбы. Главным архитектором проекта Куракин назначил Джакома Кваренге, а внутреннее расположение комнат Александр Борисович обдумывал сам. Вскоре появился ансамбль, о котором слух прошел и за пределами губернии. Окруженный каменной оградой дом, два полуциркульных фланкирующих флигеля. В глубине двора высился трехэтажный величественный дворец с шестиколонным ионическим портиком. По обе его стороны располагались одноэтажные дугообразные корпуса с воротами-башнями и двухэтажными флигелями. У подножия откоса на берегу была устроена пристань с павильоном. Огромный каменный дом включал в себя около 80 комнат и домовую церковь. Усадьба была обставлена роскошной мебелью, изделиями из французского фарфора, мраморными скульптурами и другими произведениями искусства. Парадный овальный двор раскрывался в сторону уникального пейзажного парка общей площадью более 100 гектаров. Каждая аллея в парке имела определенное название, пробуждающее сентиментальное настроение. Здесь можно было прогуляться по аллее Цесаревича и Марии Антуанетты, посетить храм Истины и многое другое. В 1796 году Куракин перебрался в Петербург и в усадьбе бывал редко. В 1922 году поместье охватил пожар, из-за которого безвозвратно исчезло много бесценных реликвий. Долгие годы усадьба Надеждина находилась на грани уничтожения, пока не нашелся частный инвестор, который в 2014 году с аукциона выкупил остатки дворцово-паркового комплекса и приступил к ее восстановлению. Всего за несколько лет был создан проект реставрации поместья, расчищен и законсервирован барский дом. Построена гостиница с пятью уютными номерами и каминной комнатой, оборудована живописная набережная. Уже сейчас усадьба Надеждина является популярным туристическим местом. Организованы региональные туристические маршруты в усадьбу как историческую и культурно значимую точку на карте области. Паломнический маршрут, разработанный в рамках культурно-просветительского форума «Золотое кольцо Сурского края», культурно-познавательный маршрут «Дорога к усадьбе». В рамках проекта по следам забытых усадеб волонтеры периодически организовывают лыжные, пешие, водные и велоэкспедиции. Объект становится известным не только в нашем регионе, но и за его пределами. Так, в июне 2021 года усадьбу посетили известные гастро-журналисты страны. В дальнейшем в журнале «Аэрофлот Премиум» вышла статья Геннадия Юзефавичуса о нашей уникальной достопримечательности. Усадьба Надеждина – неотъемлемая часть сокровищницы нашей культуры. Она была включена в проект «Усадебное достояние Российской Федерации». Кроме того, история поместья освещена в одном из выпусков документального фильма «Письма из провинции», показанного по федеральному телеканалу «Культура». Прогуливаясь по историческому центру, можно прикоснуться к тайнам прошлого, используя аудиогид, либо заранее договориться об экскурсии с опытным экскурсоводом. А также имеется возможность приобрести эксклюзивную сувенирную продукцию. Помимо экскурсионного показа, в дворцовом комплексе проводится множество различных мероприятий. Свадьбы, круглые столы, деловые встречи, организуются фотосессии. В будущем, после завершения всех работ, Надеждина предполагается сделать центром делового, познавательного или лечебного туризма. Приглашаем вас посетить эту жемчужину Сердобского района, оазис живой истории, где можно прикоснуться к судьбам живших здесь людей, ощутить романтическую мелодию ушедшей эпохи и насладиться красотой и умиротворением здешних мест.